Когда краснокнижных варанов переселяли в открытый вольер, сотрудники зоопарка надеялись, что эти редкие ящерицы в условиях, приближенных к дикой природе, начнут размножаться и давать потомство. Результаты, о которых получился в итоге, никто не ожидал. Зимой, как и полагается, в природе вараны впали в спячку и погибли от переохлаждения. Как выяснилось позже, животные не ушли на нужную глубину. Трупы варанов обнаружили только в начале июля. Сначала сотрудники зверинца не могли понять, куда пропали животные. В вольере варанов установили фотоловушку, но она не зафиксировала ящериц. Единственное наше, что было от нас для варанов, это кормление. Дальше мы не вмешивались вообще никаким образом в их жизнь. Как жизнь их протекала, все было естественным образом. Ну и, естественно, на зимовку вараны ушли тоже сами. Мы не вмешивались в этот процесс, хотя надеялись, что все-таки они себе нору устроят в песке. Но, как оказалось, впоследствии они в песке не стали ничего рыть себе и устроились на зимовку только под корнями дерева, очень на небольшой глубине. Когда мы производили в этом году раскопки этой норы, то оказалось, что буквально на 30 сантиметров вараны закопались, и вследствие этого они зимой замерзли. Шестерых серых варанов переселили в открытый вольер в 2016 году. Еще в прошлом году один из варанов погиб после драки с сородичами. Второго варана удалось поймать после череды побегов из вольера. И только один из варанов отлично перенес зимнюю спячку. Еще один серый варан в проекте не участвовал. Полуслепую рептилию оставили жить в закрытом террариуме. Сейчас в вольере никто не живет. Проект закрыли. По словам сотрудников зоопарка, навсегда. Согласно плану реконструкции, на этом месте в скором времени должен появиться слоновник. Кроме варанов в зоопарке недосчитались и парнакопытного джейрана. Он, по словам сотрудников зоопарка, погиб не от холода, а от старости. Животному было 11 лет. Анастасия Новикова, Талгатов, Динабиев, Хербулат Султаев. Информационная служба телекомпании «Отрар».